Выборы президента городской округ Химкин были открыты 119 избирательных участков. Они работали в каждом микрорайоне округа и уже первый день голосования показал высокую явку. Люди приходили с семьями и с детьми. Чтобы они понимали, как это происходит и чтобы в дальнейшем тоже принимали участие в выборе президента. Вы должны посмотреть, как выглядят бюллетени, как что надо, процедура происходит. И даже рабочими коллективами. Все почему-то думают, что один поле не воин, где-то в стороне. На самом деле каждый голос – это выбор человека, что мы будем делать, как мы будем дальше развиваться. Поэтому высказать свое мнение, я думаю, что это просто обязанность каждого человека, который трудится и живет в нашей стране. В Новогорске на избирательном участке и студенты – это курсанты и кадеты МЧС. Для большинства из них это первый опыт. Пришел сегодня впервые. Правда, чувствую волнение, так как это первый раз в жизни. Среди первых проголосовавших – глава химок Дмитрий Волошин. Он считает, что оставаться в стороне от принятия исторически важных решений нельзя. Большая явка на утро первого дня. Мы видим, что приходят с семьями, приходят с детьми, родственниками, друзьями, неважно, целыми трудовыми коллективами на голосование. Я очень рад здесь видеть многих наших друзей, химчан, соратников, которые отдают сегодня свои голоса. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина тоже на своем избирательном участке одна из первых. Считает, что выбор каждого важен. На кону судьба страны. Твоя гражданская позиция, твое отношение к стране. Даже если хотите, вот патриотизм, он в этом и проявляется. Каждый имеет право и каждый должен это право использовать, чтобы сказать свое мнение, выдать свое мнение о будущем страны. Среди тех, кто решил проявить свою гражданскую позицию, немало известных людей. Советский и российский актер Александр Михайлов также проголосовал на выборах. Я призываю всех избирателей, наших граждан, нашей России великой, не оставаться равнодушным в стороне. Проголосуйте, умоляю вас, проголосуйте за будущее наших детей, за наших матерей. Полным составом на выборы пришли и игроки сборной России по футболу. Сейчас команда находится на сборах в тренировочном центре Новогорск в Химках. Поэтому проголосовать за будущее страны приехала вся команда и весь тренерский штаб. Не должны были собираться в эти даты, даже в понедельник только были собраться. Но так как тур отменили, поэтому есть время. Было больше времени с вчерашнего дня уже собрались. Ну и, соответственно, раз можно поучаствовать в выборах, все вместе. Естественно, использовали эту возможность. Впервые на выборах президента дистанционное голосование. Для этого нужно было заранее подать заявку на портале Госуслуг. И такая форма голосования позволила сделать выбор, находясь дома, в дороге или за рабочим компьютером. Это удобно для тех, кто находится в отдалении от своих участков, им долго добираться в командировке. Или для тех, кто очень занят или просто хочет для себя освободить выходные. Мы выбираем будущее нашей страны и будущее наших детей. Жители с ограниченными возможностями здоровья могли проголосовать на дому. Так же, как и ветеран Великой Отечественной войны. В этом случае участковая комиссия сама приходила к избирателю. Вот так вот мы его заворачиваем. И тебе надо его, Ваня, опустить вот туда. Три дня мы выбирали главу государства. Жители Химок активно шли отдать свой голос на избирательные участки. Общественники, члены политических объединений, депутаты. Организация на высшем уровне. Члены комиссии доброжелательные, вежливые. Ну и, конечно, праздник, который организован. Это и раздача блинов бесплатно происходит. Выступают творческие коллективы и на улице. Поэтому это действительно праздник для всех нас. Выборы президента Российской Федерации в городском округе Химки прошли в штатном режиме. Согласно всем правилам прозрачности и легитимности, химчане сделали свой выбор за будущее любимой страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова